Павел Андреевич Сафронов, наставник Академии Коноплёва. Павел Андреевич, поздравляем с победой. И что сегодня в таких непростых условиях, на Ваш взгляд, стало решающим фактором? Ну, на самом деле, да, выдалась тяжёлая игра из-за погодных условий. Хочется не говорить про игру, хочется сказать, что игроки были молодцы, они сегодня герои. За счёт самоотдачи, за счёт эмоций они сегодня победили, но они молодцы. — Просили в первом тайме, что называется, день, а стоять и ночь продержаться, чтобы во втором по ветру уже было проще играть? — Нет, у нас нет задачи играть на убой, мы всё равно прививаем игру им, хотим быть на мяче. Но из-за того, что играли против ветра, не всегда... Ну, получалось так, что игра больше была на нашем плане поля. Во втором тайме, большую часть, ну, то, что мы просили, то, что мы наигрывали, эпизодами получалось, из-за этого мы забили голы. — Спасибо большое, с победой Вас. Владислав Коновалов, игрок Академии Коноплёва и его комментарии по матчу. Владислав, какие эмоции сейчас после победы и что самое сложное было сегодня сражаться с соперником или с погодой? — Ну, эмоции отличные. Поздравляю парня с победой. Ну, мы полностью контролировали, в принципе, ход игры, было нетрудно. Навязывали свою игру, вот и получили. — В такую погоду играл когда-нибудь? — В такую, да, играл. Очень трудно играть, холодно. — Спасибо. — Игрейся с победой. Дмитрий Курушев, игрок Шорзенит, его мнение по матчу. Что сегодня было сложнее, с соперником противостоять или погоде? — Конечно, соперник не из лёгких, он нам показал, создал два момента, хороших их реализовал. Но погодные условия, конечно, ужасные, но они же тоже играли на этом же поле, в таких же условиях. Так что виним только себя. — Что не удалось сегодня, в первую очередь? — Не удалось создать моменты в атаке, потому что их не было. Я говорю, соперник создал два момента, сразу их реализовал, и всё. — Спасибо. Евгений Викторович Герасимов, наставник Шорзенит. Евгений Викторович, скажите, как вы сегодня команду готовили к игре и корректировали ли как-то свои планы с учётом экстремальной погоды? — Я думаю, что основное было сделано на погоду, потому что это очень сильный ветер, даже аномально сильный ветер. Это очень сильно влияло на игру, поэтому, да, просили упростить игру ребят, а, к сожалению, не удалось по ветру воспользоваться этой погодными условиями и забить. А во втором уже вот две ошибки, они, как раз, привели к балам в наши ворота. Конечно, делали поправку на погоду. — Чувствовали, что надо забивать обязательно в первом тайме, потому что если это не удастся сделать, то во втором будет очень тяжело? — Да, конечно, вы правы, надо было в первом тайме забивать, а потом было бы чуть-чуть легче. Плюс немножко не угадали, надо было в втором тайме перестроиться, именно больше выпустить высокорослых игроков физически крепких, чтобы помогать бороться вверху. Но не угадали чуть-чуть, поздно перестроились. — Спасибо, удачи вам дальше.